Девчонки, мои дорогие, всем огромный привет! И первый свой обзор на сегодняшний день буду делать на видео Самвелла Адамяна. Знаете, хочу с вами поделиться какое-то такое двойственное у меня было ощущение. Конечно же, я почитала комменты и тоже вижу, зрители разделились. Одни с негодованием и с абсолютно негативной критикой выступают в адрес Самвелла и всей ГОП-компанией, которая отдыхала в воскресный день на озере, пляжились, загорали, купались, потому что все-таки идет война в Украине и одна часть людей воюет, погибает, а другие мирные жители, как ни в чем не бывало, отдыхают и наслаждаются жизнью. Есть такие ощущения у меня тоже, ребята, но с другой стороны, опять я говорю вот это но. Что получается? Если будем сейчас всех под одну гребенку грести, людям тогда не жить вообще и потом, знаете, прочитала один комментарий, женщина написала, пусть наслаждаются жизнью, если у них есть такая возможность на сегодняшний день, потому что никто не знает, мы все ходим под Богом, что будет завтра. Может быть уже через час, через два или вот завтра, послезавтра, такой возможности уже не предвидится и не будет никогда, поэтому берите от жизни все счастливые моменты, которые вам дает Господь Бог и дарит эта жизнь. Наверное, все-таки это зрительница права, ребят. И тем не менее, воскресенье, воскресный отдых, мирный город, мирные жители и люди отдыхают. Показал Самвел и свою компанию, себя самого, поснимал. Ребят, впервые, впервые, подчеркну еще раз это слово, за долгое время я получила массу, просто очень много позитивных эмоций. Я и посмеялась, и мне очень понравилось то настроение, которое присутствовало сейчас между друзьями. Вижу я, что Коля Сытник в одной компании со Светой и с Артемом. Знаем все, кто давно уже смотрит эту Самвелиаду, что ребята рассорились, не общались вообще. Причиной всему была ссора Светланы и Николая, они между собой там что-то повздорили. И Коля, как я понимаю, всегда задает тон. Вот эту погоду в доме строит Коля Сытник. Коля, как кто-то написал, похоже на отдел кадров. Коля, подружился с кем-то, привел, познакомил с Самвела, все, Севка, дружи, вот мои друзья, вот я так хочу, вот это наш круг общения. Все такое не понравилось, обиделся, губки надул, все, исключили людей из круга общения, то бишь вычеркнули из друзей, все, и Самвел не общается. Кстати, такие манипуляции Коля проделывал не один раз, ребята, мы знаем несколько примеров таких. Капсульные, как привыкли зрители называть вот эту семейную пару Викторию и Никиту, отвалились, это все-таки абсолютно другие люди, культурная, воспитанная, замечательная семейная пара, мне они очень тоже нравились. Я не скажу, что вот эти вот, Самвел, Коля, Артем со Светланой, Юля, да, появился еще совсем молодой парнишка, я так понимаю, волонтерит вместе с Юлей, Вадим, что они плохие, какие-то не такие. Нет, абсолютно все нормальные люди, но это разный контингент, это разные социальные ступени. Ребят, это эмоционально даже, если хотите, разные люди. И я изначально понимала, что долго эта дружба длиться не будет. Так и случилось. Кто тому был причиной, хотя Самвел сделал ударение. Я когда-то свои предположения высказывала, что где-то Севка, может быть, пошутил по-хамски, как он может, да, где-то перешел какую-то границу, какие-то рамки. И люди этого, Виктория с Никитой, не приемлют. Раз, второй, третий, вот и разошлись, как море корабли. Самвел ответил на эти мои предположения, сказал, вообще не во мне дело. Анжелика, вы слышали все, да? Не в ту сторону ты абсолютно высказала предположения, я был просто свидетелем, это сказал Самвел. Всего этого и проблема не во мне. Я понимаю, что опять-таки, опять и снова, проблема в коле, в сытнике, скорее всего, была. Ну, я сейчас не про капсулы. Я сейчас про то, как люди отдыхали здесь, на берегу. Ребят, мне очень понравилось то настроение, которое задали тон, да, присутствующие наши главные герои. Вот, наконец-то, сменили этих бабушек, эти памперсы, эти кочеврышки, эти ножки, эти падаю, вмираю, хэкою, не можу, ой, Боже, ходить не буду, а я те не хочу, нервы психи, ревности, да, если хотите. Этого всего не было. Слава тебе, Господи, Боже, Самвел, столько комментов хороших, добрых, позитивных, смешных написали зрители сейчас под этим видео. Ребят, правда, аура и атмосфера была великолепная. Что значит одного возраста люди, молодежь, посмеялись, пошутили, поплавали, покатались на этой таблетке, развлекались, как могли. Ну, и, конечно же, огромный пламенный привет передавали Наде. Ребят, что еще нужно сделать Самвелу Адамяну, чтобы до Нади дошло хоть что-нибудь? Я начинаю задумываться о ее психическом здоровье. Мне кажется, этот человек нездоров. Издеваются уже, и стебутся открыто, по полной программе, вообще не стесняясь. Я думаю, вы все заметили и видели, как кремом, протектором намазывал Самвел Юлю. Демонстрация была такая открытая, вызывающая, я бы даже сказала. И Юля где-то немножечко стеснялась сначала, но потом перехватила эту эстафетную палочку. Все руки, ноги, грудь, ягодицы, все это обильно мазалось кремом. Ой, ребята, с высказываниями. Надя, тебе привет, пламенный Надя. Чтоб Надя, не дай бог, в обморок не упало, очень много ржания просто было. Вся компания хохотала в голос, цитировала Надю, перекривляла. Ну, Самвел, ну, Самвел, чуешь, чуешь? Это все слова из Надиного лексикона, все эти закидоны. Нужно было видеть только выражение лица и Юли, и Самвела. Надя, как надо себя не уважать? Вот что надо еще сделать, чтобы эта женщина хоть что-нибудь поняла? Вот сколько еще надо унижений для человека, чтобы она просто взяла сумку и уехала, поставила точку? Вы много, ребята, писали про ее котика, у которого она... Ой, я так люблю, так люблю, так люблю своего Мурсика, Марсика, не важно кого. Где эта твоя любовь? Где? Вот я молчала, не хотела комментировать про животных до последнего. Думаю, вот сколько она еще будет здесь сидеть, высиживать. Что ты высиживаешь? Чего ты ждешь? Такая твоя любовь огромная к животному. Ты забросила этого кота, он сидит в закрытой квартире сам. Ну, приходит Оля один раз или два раза в день, может, на 10 минут еды, воды дала, лоток почистила и ушла. У тебя душа не болит за животным. Абсолютно. Тут бросишь по шутку сбегать в магазин и бежишь бегом обратно, потому что животное одно в квартире. А домашние животные, они привыкли к общению. Им надо постоянно человеческое участие. Ладно, день, два, три. Окей. Сколько времени уже брошен кот, ну, просто брошен в закрытой квартире, ребята? Она здесь высиживает. Что ты высиживаешь? Еще, ребята, такую идею подкинули, да? Рассуждала я, и вы предположения высказали. Почему Надя сидит? Почему уже намечается какой-то конфликт такой, еще незримый, но, тем не менее, между Зиной и Надеждой? Борьба может быть за место по обслуживанию шубечки, потому что это стоит денег. Самвел не жадный, и каждая из них, хоть Зина, хоть Надя, прекрасно понимает, что Севка обошляет, отлистает, и это определенная денежка. Не самая маленькая зарплата, хочу я вам сказать. Может быть, и, скорее всего, эти ваши гипотезы имеют место быть. Может быть, вы и правы. Надя, я так понимаю, планы себе вообще выстроила. Если с Севой не получается, то буду сейчас за мамку держаться. Вода камень точит, да? Капля за каплей. Вроде бы в гости приехала, раз, второй, третий, двадцать восьмой. А тут обслуживаю мамку, а мамка разленилась, а мамка ничего уже не хочет делать, знает, что Надя все сделает. И так себе осталась, и привыкла, и вот уже как бы на ПМЖ поселилась у мамки, а тут Сева начнет оплачивать это все. А там не ровен час, ребята, с возрастом начинаются какие-то проблемы у самой Нади, а Самвел добрая душа. Ее не бросит и будет за ней тоже ухаживать, заботиться, как-то материально участвовать. Это я все высказываю предположения мысли Нади, да, про мысли, надежды самой. Возможно, может и такое быть. Но и Зина не хочет упустить свой шанс. Зина рядышком в своей квартире, не надоедая Васильевной, приходящий, уходящий человек. Но и тем не менее для Зины это тоже шанс получать какие-то деньги, какие-то материальные блага. Хоть в виде продуктовой корзины, как мы это уже не один раз наблюдали. Хоть в виде денежного вознаграждения. И тем не менее, ребята, я думаю, борьба сейчас этих двух женщин идет именно по этому поводу. И тут вижу на пляже герои поменялись в своих ролях. Уже сама Юля намазывает Самвела. И здесь я вижу срежиссирована картинка самим Самвелом. Потому что изначально Юля делала себе замечания, чтобы не лез своими шаловливыми ручками в запретные места. Под купальник как-то стеснялась, как-то, знаете, отстранялась немножко от него. Сейчас вижу Юля уже участвует по полной программе, отрабатывает свою роль. Сам Велку хорошенько намазывает. Наде приветы передает. Надя, не ревнуй ты. Надя, привет вам. Ну, Степа конкретный. Ребята, вот опускают ниже плинтуса бабу. Значит, не только Снежинской это кажется, не только зрители, да? Ой, придумали, раздули, как говорит сама Надя. Такие всякие эти зрители, сколько гадостей пишут. Самвела, вони ж пишут, да вони ж пишут. Я такая распиндяйка. Чего ты мовчишь, Самвел? Я тебя люблю. И все эти слова, смеясь, высмеивая саму Надежду, повторяет Юля и сам Самвел, и вся ГОП-компания дружно ржет. Ребят, ну, значит, мы не ошибаемся? Ну, нам не кажется? Надя, уже все над вами смеются. Ну, имейте какое-то достоинство. Ну, правда, стыдно за вами наблюдать и смотреть. Я очень рада была, что Самвел в своем кругу молодых людей отдохнул, немножко развеялись. Вот это, Севка, отдых, самые прекрасные кадры за долгое время, позитивное видео. И приятно было на вас, на всех смотреть, на молодых, веселых, задорных. Лично я получила удовольствие, ребят. На этом закончу на позитивной ноте и до следующих встреч.